Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь программа «Личность в историческом процессе» и ее постоянная ведущая Юлия Дубинская. Мы с вами живем на изломе веков, да не просто веков, а тысячелетий. В такое переходное рубежное время принято оглядываться назад и строить прогнозы на будущее, анализировать, подводить итоги, размышлять о глобальных явлениях. Исторические социальные процессы рассматриваются как некие волны огромного океана, не подвластные нашим желаниям. На их фоне каждый человек – лишь невидимая капля. Однако и на этой впечатляющей своим охватом панораме все же видны всплески, отдельные личности, индивидуумы, поистине великие люди. Они – гении. Не только не исчезли в водовороте истории и сумели сохранить свое имя в веках, но и смогли своей жизнью повлиять на движение мировых волн, ход исторических процессов. В прошлый раз мы с вами оседлали мировую волну вместе с великим полководцем прошлого Александром Македонским, покорили вместе с ним Персию и Египет. Что же было дальше? Об этом мы узнаем прямо сейчас. В июле 331 года Александр находился в Фапсаке, на реке Ефрат. Вместо прямого пути вниз по реке до Вавилона он выбрал путь через северную Месопотамию к реке Тигр. Дарий, узнав об этом от своего полководца Мазея, посланного с передовым отрядом к месту переправы через Ефрат, прошел вверх по Тигру, чтобы ему помешать. На равнине у Гавгамел между Неви и Арбелами произошла решающая битва этой войны. Александр преследовал разбитую армию персов 35 миль до Арбел, но Дарий со своей бактерианской конницей и греческими наемниками скрылся в Мидии. Александр занял и провинцию, и город Вавилон. Сдавший город Мазей был утвержден на посту Сатрапа вместе с македонским военным командующим и в порядке исключения получил даже право чеканить монеты. Такое же поощрение получило в Египте и местное жречество. Столица Персии Сузы сдалась без сопротивления, и здесь Александр захватил огромные сокровища. В столице Александр оставил захваченную еще при Исе семью Дария. Затем, разгромив горные племена Уксиев, он прошел через перевалы Хлепта-Загр в центральную Персию и, успешно обойдя горный проход персидские врата, удерживаемые Сатрапом Арио Барзаном, захватил Персиполь и Пасаг-Гады. В Персиполе он торжественно жег дотла дворец Ксеркса, остатки которого сохранились по сей день. Жег как символ того, что панелистическая война, отмщение запорога на Иране греческие святыни, подошла к концу. Таким представляется вероятное значение этого поступка, который другое предание, однако, объясняет, как совершенный в состоянии пьяного веселья и вдохновленный афинской куртизанкой Таис. Весной 330 года македонец двинулся в Мидию и занял ее столицу Экбатаны. Здесь он отпустил многих воинов-фессалийцев и греческих союзников домой, щедро наградив их. С этого времени он постоянно подчеркивает, что ведет чисто личную войну против Дария. Назначение Мазея сатрапом Вавилона говорило о том, что взгляды Александра на империю меняются. Он стал привлекать к управлению огромной захваченной территорией не только македонцев, но и местную знать, персов. И это послужило причиной растущего непонимания между ним и его людьми. Прежде чем продолжить преследование ушедшего в Бактрию Дария, он собрал всю персидскую казну и поручил ее Гарпалу, который должен был, как главный казначей, хранить ее в Экбатанах. В Армении он тоже был оставлен в Мидии для охраны коммуникаций. Присутствие этого пожилого человека, одного из полководцев Филиппа, стало его тяготить. В середине лета 330 года Александр стремительно двинулся в восточные провинции через Араги, не это город Рэй, близ Тегерана, и Каспийские ворота, где он узнал, что бактрийский сатрап Бес сместил Дария с престола. После стычки близ современного шахруда узурпатор заколол Дария и оставил его умирать. Александр отправил тело Дария для погребения со всеми почестями в царской усыпальнице в Персиполе. Со смертью Дария у Александра не осталось никаких препятствий, чтобы объявить себя великим царем. Именно великим царем и в родовской надписи этого года, 330-го, он именуется повелителем, господином Азии, то есть Персидской империи. Вскоре после этого на монетах от Чеканиных в Азии с его профилем появляется титул царя. Перейдя горы Эльбрус и пройдя в Каспий, он захватил город за Дракарты в Геркани и принял капитуляцию группы сатрапов и персидской знати. Некоторых из них он оставил на прежних местах управлять городами и провинциями. Теперь ничто не мешало ему стремительно двигаться на восток. Здесь, в этих землях, Александр основал еще один город Александрию Арианскую, ныне Герат. Находясь в Дрангиане, в Фарахе, Александр получил известие о заговоре Филота, сына Пармениона. Здесь он, наконец, решился и принял меры, чтобы уничтожить и Пармениона, и его семью. Сын Пармениона Филот, командир элитарной конницы друзей гейтаров, был якобы замешан в заговоре против жизни Александра, осужден армией и казнен. Аклеандр, заместитель Пармениона, получил тайный приказ убить его, которому он покорно подчинился. Эта жестокость навела много страха на всех критиков его политики и тех, кого он считал людьми своего отца, но укрепила его положение по отношению к сторонникам. Все сторонники Пармениона были ликвидированы, а люди, близкие Александру, получили повышение. Конница гейтаров была реорганизована и разбита на два отряда по четыре гепархии в каждом. Гепархия – это современный эскадрон. Одной частью командовал старый друг Александра Гефестион, другой – Клит, младший брат кормилица Александра. Но выступления против Александра не утихали. Бывший сатра Абдария Бес пытался в Бактрии и других восточных провинциях поднять народное восстание, присвоив себе титул великого царя. Перевалив через Гиндукуш по высокогорному перевалу, ведущему на север, Александр, несмотря на нехватку продовольствия, привел свою армию к Драпсаку, это современный город Андараб. Обойденный с фланга, Бес бежал за реку Окс, ныне Амудария. А Александр, двигаясь теперь уже на запад, прибыл в Бактры, за Риаспу, ныне город Балх, в Афганистане. Здесь он сместил прежних и назначил новых правителей провинций Бактрии и Арианы. Переправившись через Окс, он отправил своего полководца Птолемея в догонку за Бесом, который тем временем был свергнутся к Дианинам с Петаменом. Беса схватили и казнили. Из Маракан, ныне город Самарканд, Александр прошел к городу Киропелю и реке Яксарт, ныне Сардарья, границы Персидской империи. Там он сломил сопротивление скифских кочевников, пользуясь превосходством в техническом оснащении своей армии, разбил их на северном берегу реки и прогнал вглубь страны, в пустыню, и основал город Александрию Эсхату, дальнюю. Тем временем, Спетамен за его спиной поднял восстание во всей Сагдиане, втянув у него и племена Масагетов. Только осенью 328 года Александру удалось сокрушить самого решительного противника, с которым ему пришлось толкнуться. Позже, в том же году, он напал на Аксиарта и оставшихся бывших приближенных Дария, которые укрепились в горах Паратоксены, ныне Таджикистан. Легковооруженные воины-добровольцы захватили скалу, на которой стояла крепость Аксиарта, и среди пленных оказалась дочь его, Роксана. Александр женился на ней в знак примирения, и оставшиеся его противники либо перешли на его сторону, либо были сокрушены. Случай с изменой, произошедшей в Мароккандах, вызвал еще большее отчуждение между Александром и его македонцами. В пьяной ссоре он убил Клита, одного из своих самых надежных командиров, но его армия и близкие друзья, видя, как сильно он страдает, испытывая чувство вины, принимают постановление, посмертно обвиняющее Клита в измене. Таким образом, трагическое событие послужило ступенью Александра к восточному абсолютизму. Эта растущая тенденция нашла свое выражение в носимой Александром одежде персидских царей. Вскоре после этого в Бактрии он попытался навязать церемониалы персидского двора, включая падение ниц грекам и македонцам, но для них этот обычай, привычный для персов, проявляющийся в присутствии царя, связывался с богопочитанием и в отношении к человеку был нетерпим. В начале лета 327 года Александр с новой, более мощной армией, командование которой подверглось реорганизации, выступил из Бактри. Если цифра, привозимая Плутархом 120 тысяч человек, сколько-нибудь достоверна, то сюда следует отнести все виды вспомогательных служб. Погонщики мулов и верблюдов, медицинский корпус, торговцы-разносчики, артисты и художники, женщины и дети. Саму же, собственно, армию надо оценивать в 35 тысяч человек. Повторно, перевалив через Гундукуш, Александр разделил свои силы. Половина армии с обузом под командованием Гефестиона и Пердики пошла ущельем Хибер. Сам же он повел остальную часть с осадными орудиями через холмистую местность к неприступной вершине с построенной крепостью Аурн и взял ее штурмом. Эта вершина расположена в нескольких милях к западу от реки Инд и чуть севернее реки Бунер. При этом македонцы показали чудеса осадного искусства. В июне Александр дал свое последнее великое сражение на левом берегу Гедаспо. После победы он основал там два города Александрию Никею в честь победы и Букефалы в память о своем коне Букефале или Буцефале, павшем в той битве. Точно неизвестно, слышал ли Александр о реке Ганг, но тем не менее ему не терпелось идти все дальше. Когда же он подошел к реке Гефасис, армия отказалась следовать за ним под непрекращающимися тропическими дождями. Физические и психические силы воинов были на пределе. Недовольных представлял главный военачальник Александра Кен. Непреклонность армии заставила Александра сделать невозможное. Македонский повернул назад. На Гефасисе он воздвиг 12 алтарей, посвященных главным олимпийским богам, а на Гедаспе построил флот 800 тысяч кораблей. Расставшись с Пором, он отправился вниз по Гедаспу, впадавшему в Инд. Половина армии погрузилась на корабли, а другая половина тремя колоннами шла маршем по двум берегам. Флотом командовал не Арх, а собственным кораблем Александра кормчий, а не секрит. Оба впоследствии составили отчет о плаваниях, дошедших в качестве свидетельств до нас. Этому походу сопутствовало много небольших сражений и безжалостная резня, учиненная при штурме города племени Малов близ реки Гидраот, ныне Рави. Александр получил серьезную рану, которая ослабила его здоровье. Прибыв в Поталы, он построил гавань и доки и исследовал оба рукава Инда, которые далее, вероятно, впадали в Великое море. Он предполагал повезти назад часть армии по суше, а остальные войска должны были на 100-150 кораблях под командованием Неарха совершить исследовательское плавание вдоль берегов Персидского залива. Из-за стычек с местными племенами Неарх отплыл в сентябре 325 года, но, дожидаясь северно-восточного мусона, задержался до конца октября. Александр тоже в сентябре отправился вдоль берега через Гидроссию, но из-за непроходимой дикой местности отсутствие воды вскоре был вынужден повернуть вглубь материка и поэтому не сумел осуществить свой план обеспечения флота продовольственными базами. Еще ранее он отправил под командованием кратера вещевой обоз, осадные орудия, слонов, больных и раненых воинов, дав для охраны три отряда тяжело вооруженной пехоты. Кратер должен был через проход Мулы, Квета и Кандагар везти их в долину Гельманда, а уже оттуда через Дрангиану воссоединиться с главными силами армии на реке Аман в Кармании. Поход Александра через безводную пустыню Гидроссии, ныне это Белуджистан, оказался губительным. Мучила нехватка питья, еды, топлива. К тому же во время стоянки у пересохшего русла реки внезапный ночной паводок, вызванный Мусоном, унес много жизней, особенно женщины-детей. В конце концов Александр воссоединился с отрядами, плывшими на кораблях Неарха. Флот за это время также понес потери, и моряки испытали множество потрясений. Александр продолжит свою политику замещения старших чиновников и предания казни нерадивых наместников, которые уже начал проводить, еще находясь в Индии. За время между 326 и 24 годами он сместил выше трети своих сатрапов и шестерых предал смерти. В Мидии три военачальника и среди них Клеандр, Бородкена, умершего чуть ранее, были обвинены в вымогательстве, вызваны в карманию, где их арестовали, судили и приговорили к казни. Весной 324 года Александр вернулся в Сузы, где обнаружил, что его главный казначей Гарпал, очевидно, боясь расплаты за казнократство, бежал с шестью тысячами наемников и пятью тысячами талантов денег В Сузах Александр устроил празднество, отмечая захват Персидской империи и свадьбу, свою собственную и своих 80 военачальников. В продолжении его политики слияния македонян и персов в единую расу они взяли себе жен персиянок. Александр и Гефестион женились соответственно на дочерях Дария Статире и Дрепетиде, а 10 тысяч его солдат, женатых на местных женщинах, получили от него щедрые дары. Политика этнического слияния все больше портила его отношения с македонцами, которым совсем не нравилось его новое понимание империи. Их сильно возмущала его решимость включить персов в армию и администрацию провинции на равных с ними правах. Прибытие 30 тысяч юношей, прошедших македонскую военную подготовку и включение восточных воинов из Бактрии, Сагдианы, Арахозии и других земель империи в конницу гейтаров только раздуло огонь их недовольства. В дополнение ко всему, персидская знать с недавних пор получила право служить в конной армии царя. Большинство македонцев видели в этой политике угрозу их привилегированному положению. В итоге вспыхнул открытый мятеж, в котором не участвовала только царская охрана. Но когда Александр все-таки распустил всю армию македонцев и на их место набрал персов, оппозиция была сломлена. За эмоциональной сценой примирения последовало грандиозное пиршество. В нем принимало участие 9 тысяч гостей вознаменование окончания разногласий и установление партнерских отношений в управлении македонцами и персами. Покоренные народы в это содружество не вошли. 10 тысяч ветеранов отправились с дарами в Македонию и кризис был преодолен. Но впереди Александр ждал кризис другого рода. Осенью 324 года в Экботанах умер Гефестион и Александр устроил своему ближайшему другу небывалые похороны в Вавилоне. В Греции он велел чтить Гефестиона как героя и, видимо, именно с этим повелением было связано требование, чтобы ему самому воздавали божественные почести. Уже давно лелеял он мысли о своей божественности. Греческая философия не проводила четкой разделительной черты между Богом и человеком. Их мифы дают не один пример того, как человек, совершив великие деяния, обретал статус божества. Александр не раз поощрял лестное сравнение своих деяний с теми, которые совершили Дионис или Геракл. Теперь он, похоже, становится убежденным в реальности своей божественности и требует ее признания другими. Нет причины полагать, что это требование было обусловлено какими-то политическими целями. Статус божества не давал его обладателю никаких особых прав в греческом городе-государстве. Скорее, это было симптомом развивающейся мании величия и эмоциональной неуравновешенности. Города волей-неволей уступали его требованию, но зачастую делали это с иронией. В спартанском декрете говорилось «Если Александр желает быть Богом, пусть будет Богом». Приезжали к Александру и представители греческих городов в венках, как и положено было появляться перед божественным. Весной же, следуя по маршруту Неарха, он основывает еще одну Александрию в устье Тигра, составляет планы развития морских связей с Индией, для чего предварительно необходимо было совершить экспедицию вдоль Аравийского побережья. Он отправил Гераклида исследовать Герканское Каспийское море. Внезапно, занимаясь усовершенствованием ирригационной системы Ефрата и заселением побережья Персидского залива, Александр после длительной пирушки заболел и через 10 дней 13 июня 323 года умер на 33-м году жизни, как полагают от малярии. Он царствовал 12 лет и 8 месяцев. Тело его, отправленное Птолемеем, впоследствии ставшим царем Египте, было помещено в Александрии в золотой гроб. В Египте и Греции ему воздали божественные почести. Наследник на трон указан не был. Его полководцы высказались в пользу слабоумного незаконно рожденного сына Филиппа II Аридея и сына Александра от Роксаны Александра IV, родившегося уже после смерти отца. Сами же после долгих споров разделили сатрапии между собой. После смерти Александра Великого империи не суждено было сохраниться как единому целому. Оба царя были убиты. Аридей в 317 году, а Александр IV в 310. Провинции стали независимыми государствами, а военачальники провозгласили себя их царями. Мало достоверной информации сохранилось о планах Александра. Если бы он остался жив, то, несомненно, завершил бы завоевание Малой Азии, где в чуясью существенно независимыми оставались Пафлагония, Каппадокия и Армения. Но в последние годы цели Александра похоже сместились в сторону исследований окружающего мира, в частности Аравии и Каспия. В организации своей империи македонец во многих сферах импровизировал и приспосабливал найденное к своим нуждам. Исключением была его финансовая политика. Он создал централизованную организацию со сборщиками налогов, возможно, независимую от местных сатрапов. Частично неудачи этой организации объясняются слабостью руководства со стороны Гарпала. Но выпуск новой монеты с определенным фиксированным содержанием серебра, основанным на афинском стандарте, вместо старой биметаллической системы, распространенной в Македонии и Персии, везде способствовало развитию торговли. И это, вместе с притоком большого количества золота и серебра из персидской казны, послужило очень нужным и важным стимулом для экономики всего Средиземноморского региона. Основание Александром новых городов свыше 70, согласно Плутарху, открыло новую страницу в истории греческой экспансии. Несомненно, многие колонисты вовсе не добровольцы, оставляли города, а браки с коренными жителями Азии приводили к растворению греческих обычаев. Однако в большинстве городов влияние греков, более чем македонян, осталось сильным. И поскольку наследники власти Александра в Азии Селевкиды продолжили этот процесс ассимиляции, то распространение эллинистической мысли и культуры на значительную часть Азии до Бактрии и Индии являлось одним из самых замечательных результатов завоевания Александра. Его планы расового слияния потерпели неудачу. Македоняне единодушно отвергли эту идею, и в империи Селевкидов четко доминирующим был македонский и греческий элемент. Империя Александра скреплялась его собственной динамической личностью. Он соединял в себе железную волю гибкий ум со способностью доводить себя и своих воинов до высшего напряжения сил. Александр знал, когда нужно отступить и пересмотреть свою политику, хотя делал это очень неохотно. У него было развитое воображение, не без романтических импульсов. Личности, подобные Ахиллу, Гераклу и Дионису, часто приходили македонцу на ум, а приветствие жреца у оракула Омона определенно повлияло на его мысли и честолюбивые устремления на весь последующий период его жизни. Александр быстро поддавался гневу, и тяготы долгих походов все резче обозначали эту черту его характера. Безжалостный и своенравный он все чаще прибегал к устрашению, без колебаний уничтожая людей, вышедших у него из доверия, причем суд Александра не всегда претендовал на объективность. Долго после его смерти сын антипатра Кассандр не мог без содрогания пройти мимо его статуи в Дельфах. Однако Александр, несмотря на эти качества характера, пользовался любовью солдат, в верности которых не приходилось сомневаться. Солдат без жалоб прошедших с ним долгий путь до Гефасиса и продолжавших верить в него, какие бы трудности не выпадали на их долю. Единственный раз Александру не удалось настоять на своем, когда, измотанное физически психологически, войско отказалось следовать за ним далее в незнакомую Индию. Александр, величайший среди известных полководцев, проявлял необычайную гибкость как в комбинировании различных видов вооружения, так и в умении приспособить свою тактику к тем новым формам ведения войны, которые противопоставлял ему противник, будь то кочевник, горцы или индийский властитель пор со своими слонами. Его стратегия была искусно подчинена богатому воображению и он знал как воспользоваться малейшими шансами, представляемыми в любом сражении, которые могли бы сыграть решающую роль в победе или поражении. Недолгое царствование Александра явилось решающим моментом в истории Европы и Азии. Его поход и личный интерес к научным исследованиям во многом продвинули знания о географии и естественной истории. Деятельность македонца привела к перенесению великих центров европейской цивилизации на восток и к началу новой эры греческих территориальных монархий. Справедливо будет сказать, что и Римская империя, распространение христианства как мировой религии и долгие века существования Византии явились в некоторой степени плодами трудов Александра Великого. И все это за недолгих 12 с небольшим лет правления. А последствия этих 12 лет мы ощущаем и сейчас, спустя 20 с лишним веков. В следующий раз мы также поговорим о человеке, результаты завоевания которого оказали огромное влияние на историю. Но это будет уже через неделю. А я, как всегда, жду ваших писем по электронному адресу sgutv.ru с пометкой «Личность в историческом процессе». Ни одно ваше письмо не останется без ответа. А я прощаюсь с вами и желаю всего самого доброго.